Восстановление срока исковой давности Всем известно, что общий срок исковой давности составляет 3 года, согласно 196 статье Гражданского кодекса. В силу положения ст. 200 Гражданского кодекса, если законом не установлено иное течение срока исковой давности, начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Вместе с тем, существует положение ст. 203 Гражданского кодекса, которое говорит о том, что срок исковой давности может быть прерван и запущен заново, путем совершения должником действий, свидетельствующих о признании долга. Казалось бы, в таких условиях срок исковой давности может продлеваться бесконечно долго. Однако, не все так просто. Правило ст. 203 Гражданского кодекса говорит о течении срока исковой давности. Таким образом, срок исковой давности должен течь на момент совершения таких действий должником. Именно в этой ситуации возможен перерыв и новое начало течения срока исковой давности. В постановлениях Пленума Верховного суда РФ от 12.11.2001, номер 15, Пленума Высшего арбитражного суда номер 18, о некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса об исковой давности, в пункте 19 судами было сформулировано правило о том, что перерыв течения срока исковой давности может иметь место лишь в пределах срока исковой давности, а не после его истечения. Аналогичные положения установлены постановлением Пленума Верховного суда РФ от 29 сентября 2015 года, номер 43, в пункте 21. Платежи, производящиеся за пределами срока исковой давности, могут свидетельствовать лишь о признании части долга и не свидетельствовать о признании долга в целом, если не иное не оговорено должником. Пункт 20. Постановление Пленума. Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске, согласно части 2 ст. 199 Гражданского кодекса. Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца-физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности, суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела. Пункт 15. Постановление Пленума, номер 43. Пленум специально подчеркивает то, что рассмотрение уважительности причин восстановления срока исковой давности возможно для физических лиц. Юридическим лицам практически невозможно найти уважительные причины пропуска срока исковой давности. В течение трех лет юридическое лицо не может заболеть, уехать в командировку на Северный полюс и совершить другие действия, которые будут уважительными. В любом случае оно не лишено права действовать в суде лично или через представителя. Все эти вопросы юридическое лицо должно решать своевременно, так как осуществляя свою деятельность, оно несет риски предпринимательской деятельности самостоятельно. В связи с этим юридическим лицам и предпринимателям необходимо взять за правило ежегодное подписание актов сверок с должниками. А в случае неподписания акта сверки необходимо обращаться в суд. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон»!